Добрый день! Сегодня 22 февраля. Хочу вам рассказать вот что. Профессиональные люди в сетевом бизнесе, да и не только в сетевом линии, все, кто занимается продажами, да не только продажами, а все, кто что-нибудь продвигают, и если они являются настоящими профессионалами, то они стараются иллюстрировать свой рассказ историями. Они рассказывают историю о каком-то конкретном человеке, о какой-то ситуации, и эта история позволяет слушателю принять нужное решение. История гораздо более эффективна, чем просто изложение фактического материала. Она запоминается история, она безобидная, она наглядно показывает человеку пример действий другого. Она формирует у человека определенные ассоциации, и тот, слушая историю, не напрягается, он не сопротивляется, потому что он слушает историю, ему никто прямо ничего не продвигает, не продает. Воздействие как бы оказывается косвенно. Я не хочу вдаваться в психологические аспекты того, почему надо рассказывать истории. Они работают. Меня научил этому, я научился этому у Марка Хьюза, у великого основателя компании Гербалайф, Царство ему Небесное, он говорил так, что вы, ребята, высокооплачиваемые рассказчики истории. Ваша работа – рассказывать истории. История о том, как люди, используя вот эти наши продукты, Гербалайф в данном случае, получали нужные результаты. Ты видишь перед собой полного человека, у тебя два пути. Сделать его клиентом ты можешь двумя путями. Первое – рассказать ему все о продуктах, порекомендовать ему эти продукты, научить его использовать эти продукты, заставить его понять, как работает механизм воздействия на организм этих продуктов. И тогда, возможно, он станет твоим клиентом. Это очень тяжелый и, по сути, тупиковый путь. Потому что, чтобы начать зарабатывать тебе здесь, надо стать профессиональным человеком. Тебе надо стать, как минимум, диетологом. Чтобы профессионально, красиво, обстоятельно, быстро, с фактами, с цифрами рассказать человеку о твоей программе для похудения. А это занимает много времени. А люди не любят цифры, не любят вот этого всего, вот эту тягомоть. Поэтому лучший путь, говорил Марк Юпс, рассказать просто историю. Он говорит, ты видишь полного человека? И говоришь, Коля, привет! Как жизнь? Тот говорит, да вот, вот видишь, как жизнь. Сто килограммов никак не могу сбросить. И он ему говорит, ты представляешь? А я вчера читал в журнале, в нашем журнале, история одного парня, его зовут Василий. У него было 120 килограммов лишнего веса. Он стал использовать наши продукты. Три раза в день он ел вот эти вот, вот такие таблетки. Два раза в день пил вот такой коктейль. Коктейль у нас бывает ягодный, ванильный и шоколадный. И он за три месяца похудел на 40 килограммов. Ты представляешь себе? Если ты начнешь использовать этот продукт, я думаю, ты тоже. Тебе какой коктейль? Шоколадный или ванильный? И все, и сделка сделана. Все, пять минут продажи. Пять минут и продажи. А стоил, у человека в голове что? Ему никто не говорил, так, ты должен вот это использовать, когда ты похудеешь. Как только он слышит это отторжение, он услышал историю другого человека. И подумал, а может мне тоже получится? Смотри, а интересно, что это за шоколадный или ванильный? Интересно, а что за таблетки? А сколько они строят? Интересно, а я смогу или нет? А если еще ты показываешь человеку фотографию до и фотографию после, то все, вопрос закрыт. Я тоже так хочу. Недавно в КВН слышал. Такая сценка там. Там у них есть полная Оля в Пятигорской команде. Я редко смотрю. Ну вот, в воскресенье было недавно. Полная такая девица молодая. И разговаривает со второй, менее полной. Та якобы пришла на прием к диетологу, и это ее встречает и говорит. Так, что у вас? Она говорит, ну вот я хочу похудеть. Какой у вас вес? Ну, 135 килограмм. А сколько вы хотите? Ну, хотя бы 90. Угу. 45 килограмм. Да. 45 килограмм. Ну, не знаю, может быть, ногу отрезать. Как ногу отрезать? И тут выходит врач. Это в коридоре разговор. Типа выходит врач диетолог. Так, кто следующий на прием диетолог? Она говорит, ну ладно, я пошла, я пошутил. История запала в память, и теперь она уже никуда не денется. Истории надо рассказывать. Научимся рассказывать истории. Целый тренинг, целый тренинг, двухдневный, можно посвятить тому, как рассказывать истории, и почему это важно. История позволяет действовать как иллюстрация, и ненавязчиво сформировать у человека в памяти путь, следуя по которому он получит нужный результат. История помогает дать человеку подсказку. Прямые советы часто не воспринимаются вообще. А когда человек слушает историю, у него в голове формируется мысль о том, что он тоже так может. История помогает человеку осознать ситуацию, в которой он пребывает. Когда ты рассказываешь про другого человека, а он находит в твоем рассказе подобные вещи тому, что с ним происходит в жизни, то у него в голове возникают мысли, а почему бы мне не попробовать так же. История порождает у человека в голове идеи. И побуждает его к действиям, мотивирует его. Человек слушает чужую историю и думает, ё-моё, я тоже так хочу. Часто истории такие из жизни обыкновенные о взаимоотношениях людей, о том, как правильно их выстраивать, подсказывают человеку, что он ведет себя совсем не так, как ему кажется. Если ты ему говоришь, ты вот грубый, ты вот грубый, ты вот грубый, ты вот грубый, и человек не хочет принимать этого. А когда он просто слышит историю о человеке, который ведет грубо себя со своей матерью или с женой, допустим, и к каким трагедиям, трагическим последствиям это приводит, он вдруг понимает, боже, так я же тоже грубый. История может выглядеть как руководство к действиям. Слушай себе, закрыв рот с отсутствующим выражением на лице. Весь превратись в слух и зрение. И жди, когда у тебя сформируется собственное суждение на этот счет. Ищи веские доказательства в пользу твоей мысли. Вот сиди и слушай. И как только сформируется у тебя в голове вот это правильное представление, которое верное по-твоему, вот и действуй. Истории позволяют уменьшить сопротивление. Часто наши потенциальные кандидаты и клиенты заранее сопротивляются. Когда ты рассказываешь историю, она сглаживает это сопротивление. Ну и так далее. Короче говоря, история безобидная, занимательная. Они позволяют клиенту потенциальному чувствовать себя свободно. Помогают сломить его нежелание сопротивления к переменам. Они навязчиво дают нужные установки. И как бы клиент теряет бдительность и неожиданно для себя принимает нужные нам решения. Вот как действуют истории. Если вы научитесь рассказывать истории, то вы будете молодцом. Удачи вам.